друзья прослушивал кусочками ролики которые нам присылают ну вот понравился мне тоже выхватил по чуть-чуть услышал что есть драйв есть интерес есть проявление невменяемости со стороны коллектора восточный экспресс банк это отдельная история там по моему просто они все как на подбор идиоты ну давайте еще раз убедимся в этом послушаем так поехали звонок с восточного экспресс-банка контактному лицу автору спасибо ждем еще записи добрый день оставайтесь на связи через несколько секунд вас соединять со специалистом здравствуйте алексеевич алексеевич почему почти как правильно николай правильно прошло николай андреевич меня зовут восточный экспресс-банк департамент изыскания сергей анатолий кем приходится знакомый которого я давным давно не видел и не слышал какие номера телефонов у вас есть не для связи с дополнительной контактной даже если бы не были бы отличные от ваших то я бы не стал было сообщать правильно мне никто не полномачивал распространять персональные чьи либо данные чему эти персональные данные телефон причем по долгам они платят но я могу вам тот же самый вопрос задать нам он будет не вместе к вам более чем вы доверительный контакт на лицо данного человек обязаны знать ну я лично могу предположить только что него нечем платить значит нужно вам варать ему с оплатой и оплатить для вашего друга сегодня крайний день завтра это вымогательство нет это будет ваш помощь сумма который необходимо платить 4 800 ну я могу вам сказать ему только помощь найти хорошего адвоката на случай суда за чем кредитного ну помыть вы говорите по мою помощь и почему его быть деньгами помогать можно помогать делом вы двигатель и контактное лицо что значит доверите на контактное лицо она не требуется шлаточник какая-то чего а что требует он что указал в договоре есть что указано носит я спрашиваю ты николаевич я не хотим помочь помогите вы его соотечественник может он завтра вдруг война он вас грудью прикроет от пули вражеской да причем десять не можно вас отрабатывать нужно вам мне не нужно вам помогать вам нужно помогать и столько это будет ваша традиция если вы не знали что договоре вы указаны я себя указывал там договоре вашим зачем то что вы себя указывали не вдруг ваш указал это воли чем достать это вы так считаете или это где-то на прописано так считается 218 федеральный закон секундочку 218 говорите да федеральный закон федеральный есть 18 федеральный закон смотрите конечно а государственная регистрация недвижимости вот 218 федеральный договор на государственной регистрации недвижимости это какой-то лучшее лучше вы пользуетесь пускай веком там где вы смотрите не умеете это очень плохо почему написано закон номер 218 а государственной недвижимости ну давайте так как бы абстрагируемся телефонного разговора и я тоже посмотрю фз 218 и что же мы видим госрегистрация недвижимости по новым правилам 2017 году то есть это уже даже изменения а вообще закон номер 218 так и называется о государственной регистрации недвижимости что этот тип хотел сказать я лично не понял но давайте мы будем слушать дальше что он нам расскажет его необходимо сегодня завтра помочь вашему другу с оплатой еще раз повторюсь сумма 4800 ну будем считать что вы мне ничего не говорили такую фигню не не плели мне тут ухо хорошо нет нехорошо на потому что это называется вымогательством это уголовная статья называть вам это называется вы требуете с меня денег это называется вымогательство придумывайте сами себе нет дорогой друг вот тут то никто ничего не придумывает и для таких как существует статья уголовного кодекса российской федерации под номером 163 вымогательство и прям первая часть этой статьи четко и конкретно расставляет все точки над и в данном конкретном диалоге поехали зачитываю специально для тебя упырёныш из восточного экспресс-банка вымогательство то есть требования передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества а равно под угрозой распространения сведений пасу позорящих потерпевшего или его близких либо иных сведений которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких. И я расшифрую как юрист тебе эту ситуацию. В твоем случае ты требуешь у человека денег, потому что ты работаешь в этом банке и считаешь, что ты требуешь для банка, то есть для себя, для того учреждения, где ты работаешь. То есть это уже группа лиц. Это раз. Да, ты ему не угрожаешь в смысле убить его, навредить ему с точки зрения физической расправы, но ты упоминал, что как последствия может быть распространение этих сведений там, либо еще где-то. То есть распространение и последнюю строчку вот этой части читаем, которые эти распространения могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких. Помнишь, там про кредитную стоимость о том, что ты рассказывал и так далее и тому подобное. Я думаю, еще что-нибудь наговоришь. Ну, судя по тому, что ты уже успел наплести. Ну, давай мы послушаем, посмеемся. Во-первых, во-первых, во-вторых, да, в указанном договоре необходимо помочь материально. Вы сами понимаете. И что, видимо, так же будет отрагиваться варки, просто варки, как и нашего заемщика. Кто заемщик? Да вы слушайте, а не смейтесь, вы все слышите. Да вы фургу какую-то, не счетчике. Ну, что там? Просто когда будете потом оформлять кредиты, не оформить вам. Вспомните мои слова. Все будет просто. Давай, какой вы. Не потяну. Не там срочка элементарная. Как вы такой работой себе находитесь? И вот сидит сейчас, и начинает ему там методичка, и он такую пургу несет по этой методичке, но не понимаю я. Ну, откуда я знаю, что там, может, у кого вы не понимаете, чтобы вы получили больше денег? Почему же я должен за него нести их вам? Потому что у вас куда в договоре? Ни меня, ни коллег моих, ни кого-либо еще. Именно у вас в договоре. Ну, я... Рассчитываю, значит, давай. Ну, вы сами там прекрасно понимаете, что это бред, силой кобылы вы сейчас не сгородите. Помогайте заплатой. Потому что вы бред несете, поэтому должен помогать ему заплаты. Нет, я вам сейчас констатирую факты. Вы бред несете. Кто-то меня где-то указал, и поэтому я должен вам денег. Ну, это не бред. Или даже помочь заплате. Потом дайвичка вернет. Он меня не прощает помогать заплатой. Понимаете, в чем дело? Вы кто такой, что вам нужно делать помощи? Вот когда он меня попросит о помощи, мы будем с ним разговаривать, но никак не с вами. Вам нужно это делать. Затем вы свои руки берите. Разговаривайте сами будете. Ну, я так полагаю, может быть, он вообще не хочет вам платить. Можно читать, что вы его надули кредитным договором. Да мало ли, что он там считает. Ну, мало ли, что он считает. Вот и я его спрашиваю. И он не хочет вообще, чтобы вы денег получали, может быть. Значит, вы будете помогать. А я тут при чем? Так, говорю, вы указали договор с этим доверительным контактом. Путина бы указал, вы Путину... Участие, если вы принимаете... Вы Путину уволили бы сейчас, если бы он Путину указал? Давайте вы не будете придумать. Почему я буду? Находом. Вот я просто привел пример. Вас он знает конкретно. Это не пример. Там уже мало ли, как он знает. Но как он знает. И указал именно у вас. Они говорили бы другого. А что, банк будет обращаться к вам по этому вопросу. В любом случае, хотите он, не хотите это. Да не хочу, да напишу я на вас просто жалобу. Да и все надзорный. Напишите жалобу. Да запросто. Не пишите. Запросто. Ничего страшного. Ничего это не изменится. Да я понимаю, что вам не страшно. Вы требуете исполнение с кому-нибудь там договора какого-то. Но сами на законодательство плевать хотели с глубокой, с высокой башней. Как-то. Баруси в Романку нам надо он плевать. Понимаете, я вот замерил всем банкам и законы плевать. Они хотят исключительно только что по отношению к ним исполнялись все там договора и законы. А сами они плевать хотят. Нет, банки законно не нарушают. Еще как? Это вы не знаю, расскажите. Да банк существует, он изначально, это само существование банка в том виде, в котором он существует, это уже нарушение вообще всех человеческих норм и законодательных. Таких нарушений это абсолютно. Да, конечно. Конечно же, как в другом? Все по закону, а вот и да. Ничего законного нет. Да, я помогу автору, начну с того, с самого этого коллектора. Ну, во-первых, представителя банка по закону контактировать с лицом либо с лицом, который заключил договор с банком, либо вообще с какими-либо лицами имеет право человек, у которого есть доверенность от банка. Это раз. У этого хмыря не то, что доверенности нет, он понятия не имеет, что она должна быть. Это первое нарушение, самое, которое вот в глаза бросается. Если в глубину смотреть, то лицензия Центробанка России не подразумевает кредитование физических лиц как таковое. Можете скачать, друзья мои, лицензию Центробанка. Это общедоступный источник. И посмотрите, вы там все что угодно найдете, но не найдете пункта кредитования физических лиц. Далее, любой филиал, который существует у любого банка, существует незаконно, так как он не указан в выписке EGRU. Любой из вас может скачать выписку EGRU и увидеть. Так вот, в выписке EGRU есть пункт. Я не претендую на цитату, но суть этого пункта такая. перечень лиц, имеющих право осуществлять деятельность без доверенности. И там будет только лишь председатель правления. Все остальные лица, включая руководители всех филиалов, всех подразделений, должны иметь доверенность, заверенную именно председателем правления, ну и, соответственно, печатью банка. Также в выписке EGRU должны быть указаны все филиалы, которые существуют, то есть, филированные, обособленные, простите, филиалы, они должны быть все до одного указаны в выписке EGRU. Если эти филиалы не указаны, то значит их деятельность незаконна. С их деятельностью государство не получает налог, то есть, идет полное укрывание налогов. Далее, в выписках АКВЭД вы можете легко увидеть, что также банк не указывает в видах деятельности кредитования физических лиц. Вот краткий список. Я могу, конечно, еще и залезть в договор, и там кучу пунктов найти, и, само собой, вот это ведение диалога, сам формат этого диалога с посторонним человеком, это прямейшее нарушение закона, потому что в начале разговора ему четко было сказано, что с ним не хотят разговаривать. Он должен был тут же извиниться и положить трубку. Вот такой небольшой список сходу, что называется, от юриста. Ну, понятно, что человек не обременен юридическими знаниями, автора, я имею в виду, и поэтому не смог сразу на местности сориентироваться, но шикарно себя ведет. Мне очень нравится этот ролик. Слушаем дальше. Во-первых, деньги продавайте. Вот подкройте Конституция, почитайте, что такое деньги. Это платежные средства, а вы используете его как товар, вы их продаете. Разрешено продавать деньги? Разрешено. Давайте кредит. Это вы прочитали. Деньги являются с платежным средством. Кредит это продажа денег. Это вы так констатируете. А как это не так как вы берете деньги, продаете их дороже, чем они стоят номиналов. Вот и все. За пользование средствами процент занимается. Они продаются, они дороже. не путайте. Да как вы не назовите, все равно смысл-то тот же. Смысл не тот же. Тот же. Две разные вещи. В чем же они разные, это не пойму. Я сейчас к автору обращаюсь, пощадил бы ты его. У него сейчас мозг взорвется. Пошла философия, это не для него, не надо ему это. Он сейчас сидит и умоляет небеса, чтобы что-то произошло, чтобы связь прервалась, мне так кажется. Вы слышите, как мозги скрипеть начали. Здесь же нужно сопоставлять, а у него перед глазами только лишь методичка. Он допускает, что что-то тут не то, что есть в этом заявлении зерно. То есть банк получает деньги по одной цене у Центробанка, а передает их людям по другой цене. Если вот так на это смотреть. Да, философия железобетонная, конечно, она в законе не прописана, но этого я не достал. Я в предыдущем комментарии объяснил, в чем незаконная деятельность банков. Но здесь вот вообще расстрел, как говорится, взрыв мозга у коллектора. Давайте дальше смеяться, слушать. в чем разное никому. За пользование средств уберите деньги, либо вы продали деньги дороже на их номинала за те же деньги. Вообще бред какой-то. Не знаю, так странно рассуждаете, не было смешно с вами разговаривать. Не рад, что такого собеседника не было, который такие вещи говорил раз. Первый раз, Андрей, честно. Очень рад, что. Вы вообще подинтересовались этой темой. Вот открываем конституцию и читаем, что такое деньги? Деньги написаны. Это платежное средство, больше никаких функций у денег нету, а вы как товар направо-налево продаете дороже номинала. Да, тут придумывать вы, конечно, гораздо. Придумывать вы, конечно, гораздо. Вот сейчас он к кому обращается, к тем, кто писал конституцию? Я не спорю, наши депутаты гораздо, еще и не такое придумывать. Но, когда он это заявляет, после того, как ему процитировали фразу из конституции, он вообще, как я и говорил, способен сопоставлять то, что вылетает у него из говнососки, и потом, что у него в голове, может быть, там происходит, и то, что в него входит, вот, в слуховой аппарат у него, как вы, знаете, у боксера спросили, зачем тебе голова? Так вот, этот бы тоже ответил наверняка, я в нее ем. Никто их не продавал. Если бы их продавали, был другой вопрос. Ну, как вы дали рубль, хотите получить на 2? как это, что-то не продажа разве? За пользование средствами. Мы их не продавали. Это не товар. Не, по факту, это что вы продаете, их вы за рубль хотите получить 2? Как нет? Это не продажа. Продажа? Получается, заемщик возвращает средства за пользование денежными средствами. Это процент. Это не продажа. Друзья, я, конечно, не бухгалтер и не товаровед, но что-то мне напоминает, что как раз-таки вот есть номинальная стоимость любого товара, килограмма огурцов и торговец накручивает процент. То есть, процент прибыли. Вот и есть. Это продажа. А вот он говорит, это не продажа, это процент. То есть, масло масляное. Он уже сейчас истерит внутри, в мозгах. Он понимает, что он ничего не понимает. И, естественно, я так думаю, мы сейчас услышим с вами еще кучу перлов, которые можно потом на цитаты разбирать. Итак, давайте послушаем. Да какая разница, как вы это называете? Да большая разница. Есть товар, есть определенная цена. Вот. У вас цена рубля два. Это товар. У рубля цена рубль. Вот именно. А вы, вот именно, я с вами полностью согласен. рубля. И два рубля. А вы хотите за рубль два получить. А второй рубль берется за пользу рублем. Но это не его цена. Ну какая разница, какой-то назовете. Смысл-то тот же. Да большая разница. Да никакой разницы. Такое. Ассориться, другой смысл. Нет, смысл тот же самый. Придумать, конечно. Если он был бы тот же самый, как вы говорите, так вы считаете все. Ну хорошо, давайте порассуждаем о том самом смысле прибыль. Любой предприниматель заинтересован в большем либо меньшем обогащении. Любой предприниматель продает либо товар, либо свои услуги. Сейчас я не беру банк. То есть человек купил на оптовой базе килограмм картофеля по рублю и продал его у себя в ларьке по рубль 20. Человек научился в свое время ремонтировать обувь, где-то за это заплатил деньгами либо собственным временем и сейчас сидит в сапожной мастерской и продает свою услугу. Получает прибыль с намерением обогатиться больше либо меньше. Банк получил лицензию Центробанка и берет у Центробанка деньги под в среднем 9% годовых и предлагает и граждан оказывает услугу кредитования. И эта услуга стоит столько-то процентов на каждый рубль еще плюс 25 допустим копеек. Вот и вся логика, дружок. Я так не считаю, но это неправильно. Это правильно. Это абсолютно неправильно. Просто из воздуха деньги. Ну как, вот деньги, вот эти деньги, второй рубль, он же ничем не обеспечен, он же ниоткуда, он с воздуха. Вы хотите из воздуха? Ничего не... Если бы произвели сковородку и продали, я понимаю, вы делали товар, делали пользу, а вы из воздуха хотите... А какое образование? У меня? Инженерное. То есть к экономике никакого отношения к юридическому раме не имеете? Понимаете? Понимаете в чем дело? Я вот, допустим, жил в Советском Союзе, я знаю, что не было никакой инфляции, цены падали, потому что никто из воздуха деньги не создавал. Они были обеспечены золотом, которое есть у государства. Больше золота, цены падают, меньше золота. А когда деньги банки создают из воздуха, печатают цифры в компьютере у себя и называют это деньгами, оттуда и прет инфляция, и не надо ничего придумывать. Интересно. То есть, по-вашему, должны выдаваться средства и такие средства возвращаться? Конечно. Да, государство должно, конечно, этим заниматься. А просто они развели расставщиков, дали им карт-бланш, гнобить собственный народ. Если организация не получает никакой прибыли, она не рентабельна, зачем вообще существование данной организации? Тебе же сказали, деревяшка, что организация имеет право на существование, если она что-то производит, сковородку, валенки, турбины для самолетов, нефть добывает, но не расставщическая организация, которая берет деньги из воздуха, да, печатают на компьютере эти виртуальные цифры, а от людей требует настоящий, а людям их просто негде взять, потому что недостаточное количество сковородок, нет хороших самолетов, нет внешнеэкономической деятельности, той, которая нужна для многомиллионного населения. Вот, что тебе пытаются донести, вот именно ты сам ответил, не может эта организация существовать и не должна, расставщики не должны существовать, банки не должны существовать в том формате, в котором они существуют, я всегда говорил, я не против банков и банковской деятельности, я против того беспредела, который они творят, прикрываясь этой деятельностью, в этой деятельности нет ничего законного, она не имеет права на существование, банки должны заниматься тем, что прописано в законе, и все тут, вот такое мое мнение. каждый организация создается направленное на обучение прибыли, никогда в жизни заниматься не будет, откуда берут упополняться неоткуда, от того из наших вот инициатив, которые предлагаете, благотворительное основе, было, когда никогда такого не будет, 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 когда-нибудь обязательно, как это в Китае, будет, хаос, раны, где вообще отрицательная процентная ставка, просто я просто говорю, что ряд показателей дала вам карт-блан, чтобы набить своих же граждан. А кто их проще оформлять кредит? Они их берут, оформляют, все знают, все идут, это целесообразно, осознанно, если они не хотят брать, то не берут. Если бы у человека была нормальная работа, нормальный заработок, нормальные пенсии, нормальное качество тех услуг, которые предлагаются, то и не брали бы налево-направо эти кредиты. Да, брали бы, как в той же Америке, кредиты на большие покупки на дом, на квартиру, на машину, но не 30 рублей, 30 тысяч рублей на телефон. Послушайте, доводят просто людей до того, что им приходится просто идти, а просто куда еще еще идти. А вы навязываете вот ключи телевизор, там на работе. Кругом реклама, приходи денег, бери, приходи денег, бери, приходи, ну люди идут, берут, все сразу зовут. А почему нет? Ну вы же не рассказываете о последствиях в рекламе? Какие последствия? Ну, да что все же в день, это не, я в плане не общаться, имею в имени, или никто не общается и требуетесь с меня денег. Вы имеете к нам отношения? Через Сергея Тольевича, вы имеете к нам отношениям, что он у вас указывал в договоре, да мало ли что он там указывал, я с вами привел пример, указал бы он Путина, вы бы Путину позвонили бы? Я же знаю, вы в реальности не просто так он указал. А потрались бы, не стали бы звонить Путину, мне бы звонить. Позвонить мы все, какая нам разница? Знаете, бы позвонили бы? Это не суть важна, договорил, позвонить Путин. Да я-то не указывал себя, никаких подписей вам не ставил. Какая листья указывает себя или нет? Указали именно вас, и подпись ваших денег не нужна, чтобы вы являетесь в договоре. И что вы будете меня обновить и требовать с меня денег, что ли? Нет, по работе мы будем звонить и оброжать мне все это с вами как заявительным контактным лицом. Да, конечно, почему нет помочь трубу? Вы, что вы, в конце концов, можете это спросить у меня, вижу я его или не вижу, или передать какую-то информацию. Все. И помочь материальной отоплаты? Почему нет? Да какое имейте право вы от меня требовать какой-то материальной отоплаты? Полное право имею. Да никакое право не имеет. Чтобы помогли отоплаты нашим заемщикам. Сергей Анатольевич, 480 сумма небольшая. Устал я от вас. Из чего устали? Там, да, бляжу, фургус слушать устал. Нет, наверное, на это разговаривает нас первый раз и выдвигает такие теории интересные. Обычная теория нормальная, надо, чтобы вы сами головой подумаете просто. Что вы занимаетесь в торговле денег? Причем, мало того, что занимаетесь, вы еще эти деньги рисуете в компьютере, их нет, в природе не существует. Вы их нарисовали в компьютере, и все, и вам должны все погром жить. Это вообще хрень такая. интересно, как так мы их нарисовали, когда средства даются и ими пользуются. Понимаете, покупаются товары, услуги, приобретают. Маленькие процентик какой-нибудь, допустим, то, что вы там наличку кто-то там получил. А в основном же это все происходит, ипотека, все это, деньги там перекачиваются с одного счета на другой, цифры рисуются, что-то там добавляется, что-то программы там считают, денег как таковых не существует. А все там что-то у вас крутится, вертится, проценты капают какие-то. Да все это все это придумано для того, лишь бы набить народ. Да. Да, интересно. Все радует, что кредиты одобряют довольные, что у них бизнес какой-то свой налаживается, приобретает то машину, что-то еще. Вечеринец, который идет на благо страны, должны вообще субсидировать или по крайней мере беспроцентные займы давать государство. Они не должны обращаться к красавчикам по этим вопросам. Если, конечно, государство заботится и хочет, чтобы страна ее развивалась. Нет, это возможно в России сделать. Еще раз говорю, такие условия в нашем стране и такими не останутся. Это вам так хочется, разовщикам, чтобы все так было и прежде. Но так не будет. Изменится все. По ранней теории очень странные. Да не очень странно. Обычная теория. Хорошо звучит. Ваши хуст. Только на практике вы думаете, что это применится? Да нет, конечно. Не будет этого. Не будет. А вот одни колоссальные убытки. Поживем убытки. Даже не то, что вновь все выйдет. Минус колоссальный все уйдет. Все. Ну что думаете? Теневая экономика живет. Если человек берет в какой стране живете, у нас элементарно оформляет кредитную карту смешную. До 15 тысяч рублей уже не платят. Мы говорим о производстве. Вы знаете, сколько будет рисков. Да какая разница, кредит оформляет или производство открывает. Сумма разная. Объемы разные. А риски-то они еще больше будут, если будет производство открывать. Да, дадим под малый процент. Все хорошо. сумму большую. Никто ничего не вернет, ни копейки. Сколько таких будет? Сколько мошенничества? Да что думаете? Все живут такие... Друзья, понимаю, для этого умника, умника в кавычках, конечно, то, что я сейчас скажу, это высокие материи, но так или иначе для посетителей моего канала в большинстве своем, наверное, эта информация будет понятна. Итак, круговорот денежной массы внутри страны. Почему можно без опаски давать субсидии, выдавать субсидии, давать беспроцентные кредиты бизнесу, который внутри страны существует? Даже если этот бизнес будет прогорать, даже если этот бизнес будет убыточный, либо нерентабельный. Дело точнее центробанком напрямую без учета коммерческих интересов всевозможных дальневосточных экспрессов, восточных экспрессов и тому подобное шушеры. Итак, какие бы деньги человеку или организации не были сужены, эти деньги останутся внутри страны. Как бы он ими не распорядился, эти деньги никуда не уйдут. Конечно, изо всех сил государство борется с оттоком капитала за границу, но это отдельная история, здесь мы не будем развивать тему. Но это малый, совершенно малый процент, то, что уходит. Основная масса, естественно, остается внутри страны. И понятное дело, если это субсидия либо беспроцентный кредит дается за счет государства, то эти деньги никуда от государства не денутся. Другое дело, что люди могут эти деньги реализовать в правильном направлении и закупить какое-то оборудование, либо начать оказывать какую-то услугу, ну и так далее, тут уже все понятно. И все равно эти деньги в безналичном формате, либо в наличном будут крутиться внутри страны, и откуда пришли, туда и вернутся. В этом суть. И никакого минуса дикого не будет. Дикий минус будет для ростовщиков. И это правильно. Поэтому политика государства нашего так и выстроено, правильно говорит автор, чтобы держать огромное население страны в страхе. Почему маленькие страны, европейские, как мы говорим, живут припеваючи и дают гражданам нормально жить, существовать. Дело в том, что эти маленькие страны как таковые несамостоятельные субъекты. Они находятся внутри огромных альянсов, таких как Евросоюз. И внешнеэкономические факторы позволяют этим странам надеяться на поддержку. То есть, грубо говоря, если население распоясается и начнет что-то требовать еще, то вроде как существуют внешняя поддержка и само собой можно эти волнения сдержать с помощью так называемых миротворцев и все такое. Но я сейчас не о политике. В нашей стране это нереально. Мы так или иначе всю дорогу стремимся к независимости, но внутри страны огромная масса населения и у этого населения соответствующие настроения. Вот так вот, чтобы эти настроения притушить, людям и дается вот эта ситуация жизненная, когда человек всю дорогу чувствует себя кому-то чем-то обязанным. Естественно, живет в страхе и самое главное, это и есть самый главный решающий фактор для и расставщиков и для верхушки нашей, чтобы держать население в страхе. Ну вот, наш канал, кстати говоря, хоть и маленькую толику населения, но выводит из этого состояния ступора и страха. Вот такая, такие комментарии пока что в середине разговора. Давайте еще послушаем. Доблестные и ответственные? Надо давать только доблестным и ответственным разумеется. А как вы родите человек такого? Сергей Антоич, что вы за ним что-то плохое скажете? Вы раздаете это все направо-налево, вы особо-то и не проверяйте никого, лишь бы больше выдать кредитов. Такого нет, вы говорите направо-налево, не раздает. Проверяет и тщательно проверяет. Покрыть так себя зарекомендовывают по этому виду. Нехорошо это. И были суммы хотя большие, что они платили. Суммы не особо большие. Никто ничего не платит. Потом все жалуются, что проценты такие. Конечно, 100% возвращает 30, а 70 никто не возвращает. Как они хотят, что были проценты. Ну, если такой плохой бизнес хорстовсищество, но почему банку не заняться чем другим? Он Тинькова отлично его пиво хоть выпускал раньше. Потом ему показалось, что производство ему нафиг не надо. Лучше фасфическую гораздо. Конечно. Хотя бы какой-то влагой несет. Людям помогает. А пиво что? Ставим ограждение? Да я так примеру привожу. А что? Конечно, лучше привожу полезное пиво, пиво. Согласен с вами. Пиво пусть занимаются участники мелкие. Коммерческая организация банк будет направлена на получение прибыли. А сколько сотрудников работает? А офис содержать? Именно. Столько сотрудников и никто ничего не производит. Всего деньги с кармана в карман перекладывают. Такая индустрия громадная, которая ничего полезного для страны не делает, только деньги перекладывают. Полезные? А за что же это полезные? Откуда? Понимаете, деньги, они же берутся вообще должны обеспечены чем-то товаром, производством каким-то. У вас же никакого нигде производства нету, только деньги перекладывают и все. Откуда они должны браться-то по логике? Они могут только рисоваться в таком случае у вас в компьютерах, потому что ничем не обеспечены. Обеспечено может быть только производством. А то, что сотрудники работают, подоходы налог оплачивают, все это в бюджет идет. Все, все, все официально. на оплату и потом обратно вернутся в бюджет. Вы понимаете, это какой-то дебильный круговорот этих денег происходит. Откуда они привлекаются, объясните мне. Ну-ка с народа, да, который кто-то где-то что-то произвел и с него вытягивается, чтобы обратно в бюджет их запихать. Чтобы тот, что человек заработал на производстве, с него эти деньги вытащить и обратно в бюджет отправить. Ладно. счастливо. Ищите своего Калугина. Нет, 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 вы лично кем пойдете, будет лично информация передавать. Вы чему говорите? Не смешно. Что всего в электорской фирме. Как вы пойдете адресом продиктовать? Чего-чего? Альцом продиктовать куда-нибудь. Смотрите, что происходит сейчас опять. Вы сидите там зарплату получаете и хотите, чтобы я бесплатно пошел вашу работу делал. А вы за это зарплату получите. Это же вообще вы набили в край уже. Отлично. Мне моя работа нравится. Я вижу, что вы улица Первая Заречная. Записывайте. Она вам нравится, да не надо мне записывать ничего. Она вам нравится, потому что вы хотите ее на меня переложить. Не пойму понять. Это ваша обязанность. Моя сейчас удалось выполнять вашу работу. Это ваша обязанность. Пишите? Что? Адрес записывайте, куда нужно будет. дурак что ли кататься куда-то вашу работу выполнять бесплатно. Ну заплатите. Приведите мне на карту пару тысяч. Я съезжу. Костяки вам и дам. Пешком дойдете. Пишите. Чего ради? У меня нога больная. Не могу. Улица Первая Заречная. На одной ноге дойдете. Старно болит. Ультразречная дождь. Потом продиктуете, когда деньги переведете мне на счет чтобы я на такси не давать. Это вам копейки не давать. Это ваша обязанность. На вашу самостоятельно пишет это ваша договоре выделить на контакт на лицо не я. контакт же они посыльный. будет контакт налаживать нашим заявочкам и раз будем сейчас ваш телефон я в черный список занесу и все которые будут я уже на них пожаловался судебным приставом для начала на коллекторов с этим пожаловать а на вас на вас я может быть центробанк напишу да еще этот разговор отпишите и разговор отправьте информацию самое главное что нужно сделать единственное кажется пульте писали как ну все давайте закругляться ну хватит не все ну я что уже дал прекрасно понять что бесплатно я туда не поеду и на мою ничего не будем на мою за мою работу а чё ради оплачивать какую работу устраившись на работу официально по трудоустройству создаваем книги и работайте сидишь на жопе ничего делать не хочешь не пойму а я должен твою работу я работаю а в кассу побежишь а почему ты ему должны платить нарушение законодательства вы знаете про закон хорошо рассказывать какое законодательство вашу работу хотите вы хотите за работу получить средства как жалови кто бы платить и что закон собираетесь нарушать я работаю получаю я обязательно налоги заплачу 13 процентов конечно вы только переведите сомневаюсь нет никакой еще раз ульта 1 заречки до 13 до 1 до 15 до 15 до 15 до 15 до 15 до 15 какой дом квартира ладно все додает иди уже пока ничего страшного разогреть классика друзья мои это можно знаете как говорится плейлист создавать и супер ролики туда запихать так и назвать плейлист избранная я аплодирую автору отлично красиво шикарно надеюсь что от вас мы дождемся моря лайков если конечно же вы хотите их поставить и комментарии пожалуйста пишите комментарии это очень важно потому что действительно показательный диалог и дайте заметим вместе с вами вот этот звонилка он же он не дурак точнее как наверное среди конченных дураков есть свои умные которые еще не разучились мозги включать вы видели когда ему четкий безапелляционный аргумент был предложен он паузу брал эта пауза говорит лишь только о том что он задумывался что сказать в ответ но в ответ ничего сказать не мог а почему я делаю выводы что у него есть еще задатки ума потому что он действительно иной раз выдавал какие-то фразы сопоставлял какие-то свои мысли с определенными словами и получались вроде как красивые предложения ну может быть действительно среди дураков есть свои умные ладно тогда я по-быстренькому значит для посетителей нашего канала кто недавно здесь у нас оказался скажу что наш канал это ресурс рекламный ресурс компания а-ля компания юридическая мы оказываем услуги людям которые попали в трудную финансовую ситуацию с банками с микрофинансовыми организациями с онлайн займами как мы работаем что мы для вас можем сделать можете узнать пройдя по ссылке которая есть в описании ролика это наш сайт на сайте выложено видео видеоинструкция как устроена работа кредитных юристов компании алян для вашего удобства с правым в правом верхнем углу видеотрансляции сейчас выходит кликабельная подсказка вот она пожалуйста просмотрите видео сделайте все по инструкции оставьте свои данные в форме на сайте и ждите звонка нашего специалиста звоним мы с телефона с цифр которые указаны также на сайте на них звонить не нужно именно мы будем звонить потому что вам дозвониться навряд ли получится к нам ну и звоним мы в рабочее время кроме суббот воскресенья по московскому часовому поясу поэтому посмотрите видео на сайте кликабельная подсказка еще раз вот в правом верхнем углу выходит посмотрите вот она ну и конечно же оставляйте заявку делайте все по инструкции не пропустите звоночек и так с вами был Кузнецова Дмитрий Центр Юридической Защиты Компания АЛЯН всего вам хорошего друзья до свидания